Ребят, привет! Сегодня у нас посылка, которая шла 20 дней в почтной Голландии. Покупал в GearBest. Скрываем. Карточка microSD на 32 гигабайта. Но я оставлю на другой обзор, потому что буду еще тестируют, не поделка ли я это. А то, что интересует меня, в первую очередь, это коробочка-четок помялась. Еще адаптер дали китайцы. Это у нас переноска от Xiaomi. Здесь скрываем и смотрим. Переноска идет универсальная, под все вилки. Китайские, английские, европейские. И еще с дополнительным USB питанием. Значит, вот так вот выглядит, красиво упакован. Тут у нас английская вилка, еще нужен будет адаптер. То есть, такое, наверное, не подойдет. Далее, не такой адаптер. Ну, адаптер у меня есть, вот такой вот. Значит, так выглядит сама переноска. Выключатель, свеча. Розеточки универсальные. Три USB порта по 2 ампера каждый. Розеточки имеют защиту от детей, да. Видим, пластиковые заслонки есть. Пластик, как всегда, на высшем уровне. Без запаха, без зоотсенций. Сверху матовый, сбоку глянц. Так что сверху пальчики оставаться не будут. Зачем мне такая переноска? Так вот, у меня вот пример того, что у меня стоит возле моей кровати. Например, включены у меня электронные часы. Один смартфон, другой смартфон и детские часы. Эти вот два адаптера идут у нас с китайскими вилками. И поэтому вот такая переносочка очень практичная. Смотрим. Вы сейчас спросите, зачем я именно так сделал. И правильно спросите, потому что можно вообще сделать еще проще. Нам не нужен китайский адаптер. Мы можем сделать просто вот так. И вот это вот. Вот так. И у нас вот эти две зарядки. Извиняюсь, три зарядки. И у нас вот эти три зарядки. Остаются лишними. И свободные розетки. Но прежде чем втыкать в нее свой смартфон, как всегда сделаю жесткий тест. И проверим USB порта. Итак, вставляем наши USB тестеры. Вставляем их два, потому что три просто не будет видно, что на экранах пишет. Вставляем две штуки. Итак, втыкнули все три нагрузки в режим 2 А. Вот так вот. И включаем. Видим, что нагрузка за большая. Если включить по 2 А все три порта, видим, не стягивает эта зарядка. И если включить в режиме 2 А, 2 А, 1 А, все равно напряжение падает до 3,85 В. И ампераж тоже 1,3 только. Ну, как показывают тесты, можно максимум зарядить. Это в одну зарядку. Это в один порт засунуть 2 А нагрузку. Другой порт на 1 А нагрузку. Тогда более-менее вольтаж и ампераж соответствуют характеристикам. То есть, если уже в два порта засунуть по 2 А, видим, проседает напряжение, ампераж падает. То есть, так зарядить тоже не выйдет нам. Итак, ребята, взял коробочку, почитал. Ну, наверное, нужно было сделать это перед тем, как снять видео или заказывать даже, да. Максимальная нагрузка по розетке у нас 2,5 кВт или 10 А. А вот по USB-шкам, сколько я понимаю, в одном порту может быть до 2 А, да. А суммарная, наверное, мощность 3,1 А. То есть, как и показали наши тестеры, то есть, можно включить в один порт 2 А девайс, а в другой 1 А. Что, в принципе, тоже неплохо. поскольку это Xiaomi, я уверен в качестве, что прослужит такой свитч, наверное, долго. Приятный бонус. Подключу, как раз, порта свой смартфон и смарт-часы. Как раз, и будет 3 А. А сюда смогу подключить то, что мне будет нужно, потому что гнезда здесь универсальные. То есть, европейская вилка, китайская. И это, кстати, на английское. Я сначала сказал, что это английская, английская прямая. Тоже, наверное, китайская, только с землей, да, с заземлением. Ну, вот такой вот универсальный свитч-переносочка, да. В принципе, теперь смогу ним пользоваться. Покупал на GearBest, потому что нашел дешевле, чем на Алиэкспрессе. Ссылку оставлю под видео. Если вам понравилась такая вещь, тоже можете себе купить. Стоит относительно недорого. Так что, ребята, всем удачных покупок и пока! Субтитры сделал DimaTorzok.